приветствую вас на своем канале меня зовут настя лосьева сегодня я хочу вам рассказать о луке о необычном луке паре и как его посеять хочу показать и рассказать об этом потому что у меня уже появились первые всходы многие боятся его сеять опасаются я расскажу о своем способе беспроигрышном который из года в год дает мне отличный результат и второе я сегодня хочу вам показать как какой лук я сажаю на зелень в теплицу в начале марта как его подготовить для того чтобы посадить и он хорошо вырос этот лук обычно я покупаю у фермеров на рынке все покажу и расскажу поэтому не переключайтесь досмотрите видео до конца будет очень полезно интересно а потому что мой способ посадки лука на зелень я уже несколько лет так делаю рассказывал в ю тубе и многие говорят что это правда действенный способ в том плане что экономически выгодно именно из такого лука выращивать лук на зелень не из сивка и так давайте сначала начнем с лука парея я естественно так как блогер посеяла этот лук паре немножко заранее и посеяла я два лука кстати оба у меня уже взошли это лук парей веста и лук парей осенний красавец это вот две графирмы разный партнер и семена седек хорошие семена вот эти хочу сказать и партнер вот этот лук я выращиваю второй год то есть пакетик у меня открыт из прошлого года мне хватило его посеять в прошлом году хотя стоит он где-то 150 рублей но вот имейте ввиду что схожесть отличная в прошлом году его сажала сейла в этом году посеяла и еще вот такой лук тоже пакетик еще остался семена здесь не обработаны замачивать их не нужно сеется все очень легко и как я всегда говорю мы не хороним семена мы их заглубляем буквально максимум на пол сантиметра не больше семена есть чернушка вот такая черные семена не обработаны ничем но при этом мы их замачивать не будем сейчас я покажу спаси на три дня назад я посеяла пораньше для того чтобы показать вам как раз но вот пожалуйста и всходы это третий день я хочу обратить внимание это лук парей осенний красавец у меня вот так вот он выглядит здесь в две строчки но сюда видимо семечка просто упала вообще высаживаю в две строчки вот так за ним потом удобнее ухаживать об уходе за луком пареем на всех стадиях когда его надо будет стричь когда надо будет подсыпать землю и так далее я все буду обязательно рассказывать поэтому не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик что я беру для посева лука и в принципе exhibition и лука парей нам нужно взять высокую форму вот у меня форма примерно с мою ладонь высотой либо даже выше можно брать либо балконный ящик длинный я в них тоже сею семена лука почему потому что лук у нас достаточно долго будет находиться в этой коробочке мы его потом на определенном этапе уже будем вывозить в теплицу для того чтобы он там набирался света здоровья потому что ему все равно нужен свет и когда его много то он лучше зеленеет прям колосится хорошо поэтому когда установятся положительные температуры на воздуха я вывожу лук пареек себе шин рассаду в теплицу и там она у меня доращивается и так берем затем мы досыпаем грунт не до конца примерно сантиметр вот палец толщиной не досыпаем грунт и я высеваю лук сейчас покажу каким образом в две бороздки как уже сказала таким образом будет легче за ним ухаживать обратите внимание что лук парей во первых я хочу вас мотивировать чтобы вы высаживали высевали лук парей потому что он абсолютно другого качества и он нужен нам для других блюд нежели это лук на репку либо зеленый лук потому что его хорошо использовать в пироге он не имеет вот такого ярко выраженного лукового вкуса он немножко сладковатый а самая большая особенность прелесть лука парея в том что это холодостойкая культура у меня он на грядках до ноября месяца и даже если выпадает снег ему можно выкопать он оттаивает дома и прекрасно потом употреблять его в пищу при хранении в холодильнике я его тщательно мою отрезаю корешки упаковываю по нескольку стеблей в в пленку и храню в самой холодной зоне холодильника что характерно лук парей при хранении не теряет витамин c поэтому он очень ценен для нашего питания и долго хорошо хранится но у меня он хранится точно до нового года просто дальше мы уже все съедаем он такой вкусный его вкусно в салаты в пирожки и пироги суп с него сварить просто великолепно так вот на что же нужно обратить внимание естественно как всегда на обратную сторону пакетика во первых ваши семена должны быть нормального срока годности не просроченные это один из факторов таких быстрого всхода этих семян я ничем не замачиваю ни обработанные семена ни чернушку сажаю сею так как они есть лук парей бывает разный он бывает разный по величине вот этой белой отделенной ноги вот здесь видно хорошо вот здесь хорошо видно у меня еще есть лук парей элефант называется вот у него очень длинная отбеленная часть ноги естественно обо всем за об уходе на грядки как выращивать тоже буду рассказывать колокольчик а не забудьте подписаться так вот выбирайте тот лук который вам удобнее выращивать у меня высокие грядки высокий грядках великолепно растет лук парей его удобно там мульчировать и вот это вот белая нога она получается толстая сочная очень жирная кстати можно и без мульчирования обойтись отбелить эту ногу уже осенью после выкапывания значит бывает разный по величине длине вот этой ноги берите тот который подходит то есть вы можете взять более коренастый лучок но него будет более широкая вот это вот белая часть а если лук длинный то скорее всего вот эта белая часть она у него не будет такая толстая прям в 5 сантиметров она будет ну три сантиметра в диаметре вот такая но более длинная еще что характерно лук парей отличается по срокам вегетации он бывает ранний спелый как как это не странно звучит хотя ранний спелый это 130 140 дней до сбора урожая бывают поздний спелый это 200 дней до сбора урожая если вы берете и у вас в наличии обращайте внимание то естественно лук который вот как раз осенний красавец это поздний спелый у него 160 200 дней до сбора урожая растение высотой от 1 до 1 и 20 сантиметров метр двадцать листья приподнятые длинные широкие серо-зеленые утолщенный ложный отбеленный стебель до 20 сантиметров то есть смотрите как лист бумаги в принципе будет не очень высокий вот как я сказал элефант у него там до 80 сантиметров может быть этот отбеленный ствол вкус пикантный нежный для получения длинной отбеленной стебли ножки рекомендуется проводить высокое окучивание 3-4 раза за вегетацию нуждается в регулярном поливе и подкормки так в принципе как и любой лук а вот лук место он ранне спелый холодостойкий сорт урожая можно снимать через 120 130 дней то есть соответственно через 4 месяца лук порей можете сеять в несколько этапов как я делаю это то есть первый первую волну я сею где-то в конце февраля первую волну потом в начале апреля вторую волну и даже в начале мая вы можете посеять ранний спелый лук и у вас через четыре месяца то есть концу сентября начале октября будет прекрасный вот такой лучок поэтому регулируйте здесь уже сроки посева своими возможностями и свободными грядками просто лук который у меня ранний я мы его едим все лето в процессе для того чтобы не покупать его летом то есть мы уже там с июля месяца начинаем потреблять вот этот лучок конечно сначала он потоньше потом он все толще и толще становится для этого я сажаю в грядку его немножечко погуще и как бы прорежу его через одного половину мы съедаем а половину дорастает до половины дозор дорастает до осени становится толстая жирненькой такого магазинного товарного качества безусловные преимущества как я сказала по витаминам теперь как посеять значит мы берем плошку вот чтобы вы здесь видели наглядно вот здесь уже взошедший лук который будет вас мотивировать он у меня вот я сегодня только сняла крышку так он стоял у меня влажная почва была под ним так он быстрее сколи всегда должна быть для всходов более влажная почва 7 насыпаем не досыпая 1 сантиметра как я уже сказала немножко я горстку сюда засыплю вермикулита для того чтобы грунт не слеживался более был влагоемкий вот такой палочкой работаю все сейчас перемешаю естественно его нужно хорошенечко пролить утрамбовываем проливаем его хорошо я воду добавила янтарную кислоту если следите за моими видео знаете что при посеве всех семян я всегда добавляю немножечко янтарной кислоты такую либо аптечную таблетку разведите тут абсолютно нет никаких никакой разницы аптечная конечно дешевле таблетки развели и пусть у вас стоит страст растворчик как я сказала сильно мы заглублять не будем обязательно подписывайте в свои корыца что я делаю дальше дальше я делаю вот так палочкой две бороздки совершенно неглубокие при таком посеве в две бороздки намного проще ухаживать за всходами вот так вот две бороздки у меня и теперь беру следующий сорт лука и буду его сеять тоже у меня необработанные черные семена можно на белую тарелочку положить и вот таким вот методом присаливания отправляем семена в бороздки потом я еще раз из груши у меня это значит сибирский сад я не сильно уверена в качестве семян и поэтому я просею немножко погуще если что я потом просто их прорежу дальше что мы делаем мы проливаем прям в бороздку вот так чтобы семена сами намокли и той же палочкой которая я делала вот так хорошо проливаю бороздку когда вы сеете в бороздку у вас семена никуда не из нее не денутся и палочкой прикрываю с двух сторон сильно не заглубляя семена просто должны чувствовать объятия вот этой земли ну таким же образом я сделаю потом с другой бороздкой так вот прижимаем обязательно накрою мышкой и сверху подпишу то что я посеяла чтобы не потерять свои посевы так ну а теперь мы перейдем к луку на репку так продолжим мы про лук я сейчас расскажу какой лук я сажаю на зелень теплицу вот мы уже купили здесь у меня около пяти килограмм лука говорю около потому что я подыграла еще на еду себе сейчас все расскажу покажу значит конечно когда я начала огородничество я сажала лук на зелень сивок покупала но у нас сивок если честно с каждым годом все худшего качества становится и мне не нравится то как из него растет зелень то есть на тоненькая совсем получается в общем я решила попробовать выращивать лук а вот из таких вот луковичек кстати портится вот из таких луковичек размером где-то с грецкий орех может чуть побольше вот такой можно брать просто перо из него будет более жирное такое прям сочная хорошая вот этот лук я сейчас найду отложу значит мне на вот сезон на весну нужно примерно 5 килограмм 4 5 килограмм лука для того чтобы быть с зеленью зеленым луком до того как начнет на улице нарастать уже зелень поэтому вот этого лука мне вполне достаточно как его буду высаживать в теплицу я буду обязательно рассказывать делаю я это мостовым способом то есть очень близко друг другу и определенным образом срезаю шапочки у лука но сейчас что нам нужно сделать во первых вот этот лук лучше покупать сейчас хотя сейчас у нас 25 февраля сегодня на дворе мы его купили неделю назад потому что фермеры участники которые продают этот лук они как бы сами потом будут этот лук выбирать высаживать на зелень в теплице и продавать его нам по баснословным деньгам баснословной стоимости поэтому если у вас есть теплица нужно взять из нее по максимуму по максимуму покупайте сейчас этот лук его нужно прогреть прогреть для чего для того чтобы он не ушел сразу в стрелку потому что мы не знаем как этот лук хранился и если вдруг он попадал в холодную в минусовую так скажем температуру 0 там минус 1 то скорее всего у него началось уже образование стрелки внутри и она очень быстро вырастет вы не успеете собрать урожай поэтому для того чтобы подготовить его к высадке на зелень нужно сначала его прогреть что мы делаем мы должны вот этот весь лучок тут прямо здесь такой красивый можно вот такой помельче брать ничего страшного тоже с него будет просто быстрее перу вырастет более будет мелкая вот с этого будет крупное перу иногда вот с таких крупных луковиц бывает прям несколько перьев выходит сразу то есть не одна там не одно не один такой зародыш а как бы два или три даже бывает иногда то есть не бойтесь покупать такой лук его нужно сейчас сложить в холщовую холщовый мешочек или можно взять какую-то старую наволочку там дырявую не знаю которую вы давно хотели выбросить или просто такую холщовую тряпку завернуть этот лук и положить его прогревать как можно прогревать можно положить его в духовку разогретую до 40 45 градусов где-то на час я его буду прогревать когда буду завтра печь хлеб и уже духовка у меня будет остывать и когда она достигнет температуры 45 градусов я просто положу туда лук и он дальше ну полежит там немножко при такой температуре и я его вытащу этого будет вполне достаточно если у вас есть печки можно к печке положить так чтобы температура была примерно такой как я сказала и час полтора два часа этого вполне достаточно чтобы лук прогрелся дальше вы его храните в такой же холщовой в холщовом мешочке в тряпке в наволочке в чем угодно что у вас есть не кладите его в пакет иначе он начнет там преть и начнет быстро прорастать нам этого не надо потому что все-таки сажать мы его будем когда в теплице еще будет прохладно и поэтому если у вас пустят корни то они потом отмер ну а там рут просто то есть корни он должен начинать давать именно когда мы его посадим уже в грунт поэтому прогреваем потом храним в тепле в тканевой в тканевом мешке ну примерно до 5 6 марта где-то вот так вот я буду высаживать его грядку и обязательно вам расскажу на этом про лук пока все всем пока всем хороших всходов и урожаев